Музыка Сегодня я хочу рассказать о своих покупках за март месяц. Если вам интересно такое видео, то пожалуйста оставайтесь со мной и приятного просмотра. Первое, о чем я хочу рассказать, это был небольшой, совсем-совсем небольшой заказик Эйвен. Делала я его, собственно, из-за сухого шампуня, который у меня заканчивается. И мне нужно было, чтобы какой-то шампунь был обязательный. Я уже без него как без рук. Итак, ну он ко мне не пришел. И затем я прочитала у Анюты Анабель отзывы на него. В основном все пишут, что у него очень ядреный аромат. И мне возможно пользоваться, и волосы все равно жирнятся очень быстро. В общем, я не знаю, пробовать его или нет. Возможно, я все равно его возьму когда-нибудь. Но он мне не пришел, в принципе. И я уже заказала Батист на фармакосметике. Поэтому решила, он не пришел. Значит, так и должно быть. Ну, что я заказала еще помимо шампуня? Сейчас расскажу. Значит, это была новинка. Новая серия с ландышем. Я люблю ароматы ландыша, особенно весной, как сейчас. Поэтому я взяла... В наборе они были дешевле. Два вот таких вот средства. Это крем-гель для души с ароматом ландыша и яблоко. 100% экстракта нурального происхождения и витамин Е. Для Эйвона 100% натуральность. Это, конечно, что-то из фантастики. Ну, и, конечно, я смотрю в состав. Есть что-то, конечно, из натурального. Но в основном все равно куча-куча всякой химии. Особенно на первых местах. Ну, в общем, вот такая вот кремовая... Вот такой вот кремовый гель. Что касается аромата, самое главное. Аромат у него, конечно, практически никакой не ландышевый. Больше напоминает яблочный. Ну, с какими-то легкими нотками цветочными. Какой-то яблочный цветочный аромат. Такой довольно нежный, кремовый. Приятный, в общем-то. Я его один раз уже попробовала. Не сушит кожу. Как любые кремовые гели для душа у Эйвона. Мне он понравился. Такая красивая, лаконичная, нежная упаковочка. Поэтому, в принципе, не жалею, что взяла. И жидкое мыло тоже никогда не будет лишним. Скорее всего, я использую его как жидкое мыло. Потом просто перелью сюда. И все. Вот такая вот красотища. Была очень выгодная цена на этот наборчик. Два средства стоили 149 рублей. Я считаю, что это очень даже выгодно. Вот такая вот вкусняшка. Но, конечно, ожидала, что будет больше аромат ландыша все-таки. И взяла еще вот такую вот вкуснятину. Это пена для ванн, орхидея и малина. Тоже, видимо, какая-то новиночка. Очень красивый такой цвет у него. Вина прям. Прям вот я сейчас смотрю на свет. Кажется, как будто это какое-то вино. Очень красивое. Пахнет очень приятно. Орхидея. Малины ноты. Ну, такие очень-очень слабые. Скорее всего, какие-то просто ягодные ноты. Но цвет, конечно, и оформление само очень-очень красивое. Я взяла его, думаю, может быть, если что, подарок будет на 8 марта кому-нибудь. Или, ну, в общем-то, оставлю в запасах, посмотрю. Может быть, сама использую. Я его еще не пробовала, не тестировала никак. Просто понюхала. По запаху мне он, в принципе, понравился. Довольно приятный такой. Цветочно-фруктовый аромат. Так, следующее, что я взяла, это было по распродаже. Я когда увидела его не в распродаже, а в каком-то там дополнительном каталоге, взяла эту штучку сразу же, потому что я очень люблю такие ароматизаторы для дома. Вот такая вот. Я еще думаю, почему никто про него никогда не рассказывал. Я не видела ни у кого его. Я такую больше всего... Мне нравилась в Арифлейме когда-то очень была. Очень-очень приятный аромат был. Жалко, что их сняли с производства. Там был аромат... Ой, какой-то ваниль на корице, что-то такое. Очень-очень приятное. До сих пор у меня стоит палочки от него очень классные. И когда я увидела, что есть такая штука, я взяла его. Он, конечно, не такой уж бюджетный. Шла вот в такой вот красивой упаковочке. Это называется Эмва Эйвен Дриф Вуд. Вуд это лес, насколько я помню. И вот так это выглядит. Такие же палочки, как в Аберликовском ароматизаторе. И самое главное. Я поняла, почему про него никто не рассказывает. Никто никогда не говорил. Потому что у него запах очень-очень слабый. Только если вот так вот приближаешься, только тогда слышно. Так же вот даже комната толком не пахнет. Я вообще не понимаю прикола в таком ароматизаторе, который не пахнет. Не знаю почему. Но когда вот так приближаешься, в принципе, запах есть. Запах у него очень-очень необычный. Я даже от Эйвена, честно говоря, такого не ожидала. Он пахнет именно какими-то специями. Именно вот... Да, есть что-то такое. Какой-то темный древний лес. Какие-то такие нотки интересные у него. Древесины. И какие-то пряные ноты. Древесно-пряные ноты. В общем, очень-очень такой оригинальный аромат. Вот. Я видела его только одного. Не знаю, были ли там еще какие-то разновидности. Но, действительно, если бы вот этот аромат был на всю комнату, то это было бы вообще супер. Потому что аромат действительно необычный. Не скажу, что он мне прям очень понравился, но он такой прям действительно необычный. Очень оригинальный, необычный. И даже не похож на Эйвеновский. Я прям не ожидала от них, честно говоря, такого аромата. И также по этой же важному каталогу я взяла еще вот такую вот интересную штучку. В такой вот красивой коробочке с бантиком шла эта штучка. Сейчас скажу, как это правильно называется. Это называется... Ага, изготовитель, конечно же, Китай. Портативное зарядное устройство. Вот. Портативное зарядное устройство. Давно, очень давно я хотела взять такую штуку. В общем, это средство... Этот аккумулятор, который можно носить с собой в случае, если разрядится телефон, его очень удобно брать куда-то в поездке, например. Очень бы он мне пригодился. Если бы он у меня был с собой, когда мы ехали в поезд двое суток, в Питер когда. Там нет было зарядки для... Чтобы можно было зарядить телефон. И, конечно, телефон очень быстро разрядился. Вот. Значит, у него идет вот такая кнопочка, которая включает вот такой вот синий огонек. И идет зарядка для телефона. К нему шел отдельно проводочек вот такой коротенький. Ну, в принципе, он всегда пригодится. Это как раз к моему телефону подходит. А это подходит к компьютеру, в общем, к любому. И также он идет как фонарик. Вот. И такая вот интересная вещичка. Очень-очень я ее хотела. Это самая дорогая вещь у меня в заказе. Стоила она 500... Около 500 рублей. В общем, 499, что ли. Удобно, удобно очень будет его носить с собой. Его можно положить в сумочку. Он совершенно не тяжелый. Аккуратный, красивый. Такое интересное оформление у него. Дочка, когда увидела, подумала, что это духи какие-то. Но я говорю, нет, это не духи. Это вот такая вот вещичка. Ну, в общем, пока, конечно, я особо его не поняла. Вот так он вставляется и к телефону подсоединяется. Он был сразу заряжен. Шел. И когда я его только получила, сразу включила на зарядку. Телефон хорошо и быстро зарядился. Но сейчас, когда он у меня разряженный, как его зарядить? Я его заряжаю, заряжаю. И до полного никак не могу зарядить. В общем, пока не очень поняла его. Ну, в общем, надеюсь, что он будет нам служить верой и правдой. Так же я взяла вот такую вещь, которую, в принципе, больше взяла для дочки, чем для себя. Это маркер для губ. Всем известный фломастер. Я его хотела еще взять, когда он только был в новинке, еще в том году. Но он тогда у меня не пришел. В общем, такое вот оформление у него. И это обычный фломастер. Когда дочка его наносила на себя, она сказала, что, мама, это точно не обычный фломастер, а маркер для губ, я говорю, да, точно. Пахнет он, ну, это какой-то ягодный аромат у него такой. И, конечно, это спирт, спиртоган. У меня, кстати, оттенок идет... Так, какой у меня идет оттенок? Коралл. Коралловый, в общем, оттеночек. Так вот он смотрится. Он довольно-довольно такой светленький. Он впитывается в губы. Ну, вот Маша, Машуля, говорила, что он очень сильно сушит губы. Я так попробовала его, но у меня губы беспроблемные. В принципе, мне сильно не сушат губы. Дочке он понравился. Она его нанесла, говорит, о, мама, я его возьму с собой, буду носить. В общем, я взяла больше для нее баловство, чем для себя. Она любит всякие тинты для губ корейские мои, постоянно таскает. Потому что очень удобно. Это впитывается в губы. Губы просто ярче становятся, и не видно, что ты действительно что-то нанесла. Вот это ей и нравится. Ну, и то же самое касается этого маркера. Он также впитывается в губы, и остается только легкий цвет на губах. Поэтому, в принципе, я не жалею, что его взяла, пускай балуются. Оно мне давно что-то похожее просило. Так, ну и это было основное, что я взяла. Остальное были просто пробники. Я взяла какая-то супер-пупер новинка, омолаживающая сыворотка для лица. Взяла вот таких вот 4 пакетика. Из серии In You выходит. In You Essential. Один я уже активно использую. Вот сегодня открывала. Что я хочу про нее сказать. Она такая жидкая очень. Стоит она, кстати, довольно дорого. В каталоге. Ну, в общем, обычная жидкая сыворотка. Я использовала ее под свой дневной крем. Она быстро впиталась. В принципе, пленки не оставила. Ну, сыворотка как сыворотка. Пока, конечно, никаких особых эмоций у меня не вызвало. Я пробовала ее только один раз. Ну, взяла, думаю, попробую, что это за супер-пупер сыворотка. Там что-то она обещает очень-очень много всего. Вот сразу прям так в каталоге не расскажешь, что она обещает. Ну, там куча-куча всего. Сейчас я, кстати, покажу, как летит в каталоге. Вот так вот эта сыворотка вылетит в каталоге. Умная сыворотка называется. В общем, у нее какая-то в клетках находится транспорт... А, в клетках кожи задерживаются транспортные белки, которые важны для обновления здоровых клеток. И, в общем, благодаря этой сыворотке, там, технологии Advanced Boost, повышается количество этих транспортных белков. И клетки кожи работают более эффективно. Очень нарисовано, что вместе с этой сывороткой крем будет работать вдвойне, в общем-то. Усиливает эффект любых кремов. Ну, куча всего, в общем, ожидает, обещает. Стоит она в каталоге 630 рублей. Ну, в общем, 630 рублей эта сыворотка стоит. Но я взяла попробовать, думаю, настолько ли она умная, как обещают. Вот. И, собственно, из-за чего я тоже делала заказ, что мне очень-очень хотелось попробовать. Я, как любитель огромных матовых помад, не могла пройти мимо вот этой вот новинки. Это новые матовые помады, которые выходят вот в этом каталоге в следующем, который уже начал действовать, в общем-то, в четвертом. Ой, вышли вот такие вот вкусняшные, красивенные новинки. Называется 100% матовый эффект. Вот такие вот очень красивые цвета. Ну, как я могла мимо этого пройти? Конечно, мимо пройти я не могла никак. И я взяла пробники. Взяла аж 6 штук пробников. Сейчас я вам расскажу и покажу, как они смотрятся на мне. и расскажу свое мнение об этой помаде. В общем, обещают, что эта помада не сушит губы, потому что у нее кремовая текстура и не скатывается и не липнет. Ну вот, сейчас вы можете видеть на мне. Я уже снимаю, наверное, пятое видео с ней на губах. И, в общем-то, она уже немножко у меня вот тут вот подстерлась на местах, где я говорю. Но, действительно, она не скатилась, она не липнет и она не скатывается, не сушит губы совершенно. Она выглядит просто, как обычная помада. То есть, ее матовый эффект уже потом при нанесении, когда наносишь, она еще пока не матовая, потом она уже начинает выглядеть именно как матовая. Не сушит, да, но она не особо стойкая. Сейчас я попробую. Ну да, она практически не видна. Вот слегка-слегка видно, что чуть-чуть остается, а так, в принципе, она практически не отпечатывается. Ну, я думаю, что когда я начну пить или есть, естественно, она вся сотрется. Уходит она тоже довольно равномерно, без каких-либо там комочков, белых полосок и все. В принципе, она мне понравилась. Действительно матовая и действительно красиво смотрится. Такие яркие, насыщенные цвета. Сейчас я расскажу и покажу, какие я взяла цвета и покажу, как они смотрятся на мне. Самый темный цвет, который взяла, это был вот тот, который сейчас на мне. Цвет называется... Цвет называется Mouth Matters. Лиловый в каталоге он идет. Вот так вот он выглядит в каталоге. Действительно, в принципе, он так и смотрится. Как в каталоге, так и на губах у меня. Вот так вот он смотрится. Красивый такой носибельный, действительно, лиловый цвет. Ну и, в принципе, я думаю, что вам видно, что она действительно смотрится как матовая. Никаких перламутровых или там блестящих частичек в ней нету. Так вот она и выглядит. Вот. В общем-то, помада мне, кстати, понравилась. Могу ее тоже посоветовать всем взять. Так, следующий цвет, о котором я расскажу вам, это у меня идет цвет Идеал Лилок. Идеально лиловый. Сиреневый. В каталоге идет вот такой вот. Яркий такой сиреневый. Если это был вот лиловый, а это сиреневый. Вот такой вот. Сейчас я покажу, как он выглядит. Значит, это такой вот именно действительно сиреневый. Вот маркер, кстати, впитался. Я не могу его ничем стереть теперь. Так, значит, вот так вот смотрится лиловый на губах. Он действительно на руке. И сейчас я покажу, как он смотрится на губах. Что касается, кстати, пигмента, пигмента на губах практически нет. Слегка-слегка остается, но совсем-совсем чуть-чуть. И вот как лиловый, лиловый Идеал Лилок смотрится на мне. Я думаю, что эта матовая помада подходит для тех, кто хочет поэкспериментировать. Особенно если взять пробников куча, как я. И можно посмотреть, какой именно цвет вам подойдет. Такой яркий. Так, следующий цвет, про который я расскажу. Это тоже такой яркий очень. Называется Вирбаут Меллон. Сочный розовый в каталоге. Вот он идет. Этот у меня лиловый. Вот, повторюсь. Фактически не отличается от каталожного. Молодцы. Вот что касается каталогов, действительно очень-очень похоже на то, что в каталоге, то и на губах. И следующий цвет, это такой сочный розовый. Вот так вот он выглядит в упаковке. И сейчас я нанесу его. Яркий неоновый. Вот лиловый. Ну и вот так вот смотрится сочный розовый у меня на губах. Довольно ярко. По-летнему. Ну, я считаю, что для летнего вечера куда-нибудь на выход, почему бы и нет, довольно прикольно смотрится. Вот такой вот сочный, яркий розовый. Но цвета, конечно, бомбезные. Яркие такие, сочные. Так, следующий цвет, что у меня есть, это цвет персиковый. Вот давно я хотела персиковую матовую помаду. Именно такой вот прям вот насыщенный персиковый. Значит, это Пич Флоттерс называется. Такая прям действительно персиковая. Вот она готова. Так, этот я сейчас еще раз покажу. Сочный розовый, вот. И вот как он выглядит у меня на губах. Вот. В принципе, тоже похоже. Так, ну и сейчас я покажу персиковый цвет. Ну и вот так вот персиковый этот смотрится в камере и на губах. Ну, это, конечно, немножко не тот персиковый, который я ожидала. Он больше какой-то коралловый, но не персиковый. В каталоге он, вот этот цвет, конечно, не очень похож на тот, что у меня есть. Вот. В каталоге он, действительно, более персиковый. У меня на губах он какой-то кораллово-розовый больше. В общем, немножко это не то. Не тот персиковый, который я хотела. Так, следующий цвет, про который я расскажу, это цвет Power Pure Pink. И это уже такой носибельный розовый. И, в общем, они, кстати, с коралловым были похожи, с персиковым. Вот он. Такой розово-коричневый. Самый носибельный на каждый день. Цвет самый обычный. И в каталоге он называется нежно-розовый. Вот самый нижний. Я даже не знаю, наносить его на себя или нет. В общем, это обычный розово-коричневый оттеночек на каждый день. Самый-самый носибельный. В общем, кто любит такие носибельные оттенки, то это то, что нужно. Именно вот этот цвет нежно-розовый. И еще один носибельный розовый. Называется, ну, в общем, вот раз, два, три, четыре. Вот таких вот у меня пять цветов. Конечно, я еще хотела вот этот вот цвет яркий, самый-самый темный из всех. Называется ягодный коктейль. Но мне по ошибке прислали другой цвет. Пюрпинк опять нежно-розовый. Два у меня получилось одинаковых. Хотя я заказывала все разные цвета. Это точно я помню. Ну, в общем, в целом, мнение о помаде у меня сложилось очень даже впечатленно. Мне очень она понравилась. И я, в принципе, могу ее посоветовать всем, кто хочет попробовать матовую помаду. Стоит она в каталоге 213 рублей. Одна за 229. Тут идет спецпредложение для трех помад. Вот. Одна за 229, две за 299 и четыре за 400. То есть выгоднее брать две или четыре. Хотя, кстати, вот сейчас смотрю, получается действительно как персиковый цвет. Возможно, я какой-нибудь себе и возьму. Хотя у меня, конечно, матовых помад просто огромное множество. Я, кстати, сняла видео отдельное о своих матовых помадах. Если я его уже выложила, обязательно оставлю на него ссылочку. Если нет, то, значит, скоро будет. Вот. Ну, такой вот у меня был небольшой заказик из Avon.